Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. За окном апрель. То радует ясным солнышком, то снегом. В ночные и утренние часы в северных районах Карачаева-Черкесии ожидаются заморозки до минус двух. Подробнее о погоде на сегодня расскажут синоптики. В Карачаево-Черкесии местами небольшой дождь, в горах со снегом. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0,5 в горах до 6 градусов мороза, а днем плюс 8-13 и местами до плюс 8. В Черкесии ночью и утром слабый дождь, туман, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0,2, днем 11-13 градусов тепла. В этом году впервые наша республика станет площадкой для проведения всероссийского конкурса молодежных проектов. Конкурс пройдет на традиционном форуме «Махар». О том, кто сможет участвовать в данном конкурсе, сколько подано заявок, какова цель проекта. И в целом об истории форума «Махар» в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит начальник управления молодежной политики и социальных проектов КЧГУ имени Умара Алиева Наурус Капушев. Доброе утро всем. Доброе утро, Наурус. Рада видеть тебя вновь у нас в гостях. Повод для нашей встречи замечательный. Дело в том, что впервые наша республика станет площадкой для проведения всероссийского конкурса молодежных проектов. Все это пройдет на «Махаре», на вашем традиционном форуме, который организовывает Карачао-Чешкейский государственный университет имени Умара Алиева. И, конечно, я хочу узнать у тебя подробности. Что это будет за проект? Что это будет за мероприятие в целом? Для нашей республики это впервые то, что мы выиграли. И теперь всероссийский конкурс молодежных проектов будет проходить у нас в республике. Это огромный шаг для молодежной политики нашего региона. И, в принципе, для ВУЗа тоже это огромный шаг. И на базе нашего форума, традиционно, который каждый год проходит, на базе форума «Махар» теперь пройдет вот такой грантовый конкурс, где молодые люди от 14 до 35 лет смогут поучаствовать в грантовом конкурсе, защитить свои проекты и уже получить на них грантовую поддержку. То есть это уже все будет проходить у нас в республике. Нам не придется куда-то уезжать на другие форумы. А наоборот, наша молодежь может защитить свои проекты у нас в республике на базе форума «Махар». Скажи, пожалуйста, вот чья это идея была? Кто это проводил все? Как это стало площадкой для проведения этого конкурса? По работе с Министерством по делам молодежи нашей республики, с региональным отделением Российского союза молодежи и высокогорным кластером у нас появилась идея, что мы, в принципе, давно готовы и можем подать заявку на конкурс, где будут уже выбирать регионы, где будет проходить вот этот ВКМП. Решили, давайте попробуем, сделаем и попробовали. И нам удалось, мы победили и теперь вот у нас будет проходить ВКМП, то есть Всероссийский конкурс молодежных проектов. Скажи, пожалуйста, а много ли было желающих приобрести эту площадку для себя, в своей республике? Я думаю, все желали этого, но не могу сказать, какое количество, потому что мне как бы даже это неизвестно. Я просто список посмотрел уже, которых выложили, список те, которые победили, увидел нашу республику, наш добрый форум «Махар», обрадовался, и теперь будем плодотворно готовиться к проведению форума. Ты сказал о том, что могут участвовать молодые люди с 14 лет. А кто вообще может участвовать? Что для этого нужно? Просто подать заявку. Мы перед тем, как уже начнем регистрацию на данный форум, мы откроем заявочную кампанию, там уже ребята будут подавать заявки, будут проходить отбор, и после этого те, которые прошли отбор, уже примут участие. Предоставляют проекты они? Да. Да, да. Уже в самом форуме они будут предоставлять проекты, а в заявках мы подготовим специальную форму, где можно будет побольше узнать о человеке. То есть он просто от нечего делать, например, находится на форуме, или действительно... Отбор. Да. Сколько всего участников будет? Это уже известно? Ну, планируем вместить около 100 участников, потому что все равно это такое место, повышенной опасности, можно так сказать. Мы находимся среди гор. Ну, конечно, мы уже вот с 2008-2009 года проводим данный форум, никаких случаев за это время не произошло, за безопасностью мы следим очень тщательно, но все равно не хотелось бы увеличивать данный список и для комфортного проведения, и, в принципе, чтобы на всякий случай. Наурус, я, конечно, не могу не спросить про сам форум Махар. Он с 2008 года проводится, правильно? Ну, хотелось бы для тех, кто не знает, что это такое. Вот несколько слов, что там вообще проходит, и проходит ли это все каждый год. Что студенты вашего университета там делают? Ну, в первое время, когда его проводили, это была как раз идея нашего нынешнего ректора, Узенова Толстана Бикировича. Тогда он как бы не проходил как обширный такой форум. Отдельно факультеты выезжали. Если выезжал Худграф, они там проводили Пленэр, выезжали также другие факультеты, и уже по своей специальности... Обособленные имеешь в виду, да? Да, да, да. Уже проводили там такие мини-форумы, если можно так сказать, конечно. И уже ближе к 2014 или 2015 году, тогда мы провели, я еще тогда был студентом, провели такой большой уже форум, Северокавказский форум, где были приглашены не только наши студенты, но и студенты СКФО. Это был как раз наш такой первый огромный шаг в развитии данного форума. Было очень круто, я тогда был как участник. Было очень круто, это, наверное, один из моих любимых форумов, где я вообще, в принципе, за всю свою студенческую жизнь побывал. Настолько интересно, настолько познавательно, тем более там не было и до сих пор нет связи. То есть телефонной связи, интернета никакого нет, ты уже полностью, если хочешь пообщаться, то уже живую. Живую, да. Это было очень круто. И вот каждый год мы теперь посвящаем с этого времени, каждый год мы посвящаем определенным темам. То экологии посвящим. Вот в прошлом году мы провели вместе с региональным отделением Российского союза молодежи, нашего карачаево-черкесского отделения на тему российский студенческий туризм. И уже разрабатывали проекты, стратегии, которые можно посвятить развитию данной темы. Вы расширяетесь. Стараемся. Вы взрослеете. Можно и так сказать. Ну, если возвратиться к нашему конкурсу всероссийскому, который пройдет впервые, хотелось бы узнать, когда это мероприятие состоится. Пока точные даты я не могу назвать, но предварительно это будет летом. Но конкретные даты... Заявки уже можно подавать? Пока еще нет, потому что мы пока еще и даты не определили, конкретную программу еще не определили. Мы только это все готовим. И уже ближе к лету сообщим и о заявочной кампании, и обо всем остальном. И о программе, в принципе. Мне остается пожелать вам успехов в вашем мероприятии. И, как говорится, чтобы это был не последний конкурс такого уровня в нашей республике. На форуме МАХАР. Спасибо. Благодарю. Алихан Лепшоков. В этом образовательном проекте молодые люди смогут получить необходимые востребованные знания по таким направлениям, как лидерство, тайм-менеджмент, мотивация, проектный менеджмент. Сам проект позволит участникам найти свое дело в жизни и сформировать свои навыки в востребованных на сегодняшний день направлениях молодежной политики. Эксперты, будучи представителем различных сфер деятельности в доступной форме, объясняли участникам, на что нужно обращать внимание при личностном росте. Идея проекта мне пришла из-за того, что наша сельская молодежь очень мало знает о разных направлениях, навыках, современных навыках. И этот проект направлен как раз на их развитие. И все участники, они из малых поселений нашей республики. Надеюсь, что в дальнейшем они смогут применить эти все знания и навыки. Уникальность проекта в том, что для молодых людей открываются прекрасные возможности для проявления себя в различных сферах деятельности. Нам важно объяснить те моменты, в которых молодые люди не очень разбираются. И мы уверены, что такие площадки позволят раскрыть те скрытые возможности, которые ребята в себе даже не подозревают. В рамках проекта «Сельский софт скил» поговорили о социальных сетях. Потому что сегодня, как никогда, этот вопрос очень остро поставлен. Он очень актуален, как никогда. И я решил поговорить с ребятами именно на эту тему. Потому что сейчас работа в социальных сетях при нынешних условиях будет очень необычная. И есть определенные ограничения, которые ребята должны понимать, с чем они связаны и для чего эти ограничения были сделаны. Помимо образовательной части проекта функционировали дискуссионные площадки, где участники могли тесно пообщаться с экспертами и задать интересующие их вопросы. Как научиться креативить? Является ли креативность врожденным каким-то навыком? Или этот навык можно развивать? Вот это мы обсуждали сегодня с ребятами. Это сейчас актуальная тема, так как в стране поддерживается креативная экономика. Нужно, чтобы это направление развивалось. И сегодня, я думаю, мы сделали первый шаг в этом направлении, в направлении креативной экономики. Просто научились креативить. Надеюсь, что научились. Надеюсь, что ребята взяли какие-то инструменты на вооружение. Стать лидером и освоить необходимые направления в современной сфере общества благодаря таким образовательным проектам, отмечают участники форума. Знания применимы, форум интересен. Если углубиться, можно понять, что к чему. И специалисты, мне кажется, что-то поняли сами, и поэтому и говорят на эти темы. Конкретные указания, советы. Итогом проекта является создание устоя для подготовки и продвижения молодежи малых городов и поселений, как конкретно способного кадрового резерва СКФО. Все детские библиотеки Карачаева-Черкесии пополнили свои фонды новым научно-художественным изданием «Удивительный Дальний Восток». В Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина открылась «Неделя детской книги». Подробнее о презентации расскажет Карча Беджиев. Это книга сборника рассказов, исследований и очерков о Дальнем Востоке, которая будет интересна не только юным читателям, но и всем, кто открыт новым знанием о Дальневосточном регионе. Очерки для сборника подготовили детские писатели и ученые из разных уголков России. Само издание состоит из нескольких разделов, посвященный территории и климату растениям и животным, в том числе и вымершим. История освоения этнографии региона. Книга издана в сотрудничестве с фондом «Дом детской книги». Ее цель – рассказать о богатых ресурсах отдаленного региона страны. А это не только алмазы и золото, но и энергии океана, недр, атмосферы, ее животные и растительные миры. И самое главное – люди, живущие в этом еще не до конца изведанном крае. Очерки, которые там есть, они с такой любовью, с такой непередаваемой просто красотой повествуют о субъектах Дальнего Востока, что хочется по неволе там побывать. Наша библиотека открыта для всех и рада читателям всегда. А почитать ее, если не у нас, то можно, мы передадим ее в библиотеке республики и можно почитать ее там. Черкесскую книгу представили Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина в честь открытия недели детской книги, которая проходит 1 по 7 апреля. Мероприятие направлено на стимулирование интереса к чтению и привлечение новых читателей в библиотеку. Книга «Удивительный Дальний Восток» – это уже девятая книга, выпущенная совместно с фондом «Дом детской книги». И она, так же, как и все остальные книги, будет представлена во всех библиотеках как Карача Черкесской республики, так и всей России в регионах присутствия компании «Русгидро». Компания «Русгидро» передаст небольшое количество книг телеканалам, которые сейчас покажут эту новость, чтобы вы разыграли их среди своих подписчиков в социальных сетях действующих. Чтобы они смогли тоже, чтобы и для них «Дальний Восток» стал немножко ближе. Книга «Удивительный Дальний Восток» издана тиражом 8 тысяч экземпляров. В свободной продаже она не появится, но получить уникальное издание можно, участвуя в конкурсах и мероприятиях, организованных Карачаево-Черкесским филиалом «Русгидро». Карча Беджиев, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия. В свободной продаже книга «Удивительный Дальний Восток» она не появится, но приобрести ее можно. В честь открытия недели детской книги наша редакция «Вести» получила два издания и будут проводить розыгрыш в нашем телеграм-канале. Так что не пропустите и выигрывайте. В Усть-Жигутинском районе прошел седьмой республиканский конкурс фортепианных ансамблей детских музыкальных школ искусств. Традиционно долгожданное мероприятие провели в школе искусств микрорайона «Московский». А долгожданное оно потому, что и дети, и их наставники с нетерпением ждали послаблений карантинных мер, чтобы проявить себя на сцене и продемонстрировать то, чему научились за эти два года. Альбина Курочинова-Кенжева расскажет подробнее. В стенах детской школы искусств впервые за последние два года торжественно зазвучали волшебные мелодии фортепиана. Участвует 52 исполнителя, 26 ансамблей в трех группах. Все они стали лучшими в отборочном туре в своих городах и районах. Теперь предстоит соревноваться в финале. Но за участие в фестивале организаторы уже подготовили каждому музыканту памятные буклеты и подарки. Наставники пожелали ребятам творческого вдохновения и побед. В районе, в моем родном районе, в котором я родился, я в эту школу даже немножко ходил, когда был маленький. И для меня очень приятно видеть, что конкурс наш, несмотря на пандемийные сложности последних лет, все равно живет, креатив, и судя по количеству участников, очень популярный. Поэтому я благодарю всех участников конкурса, организаторов. Ну и приятно, конечно, видеть, что школа продолжает свою работу. За это отдельное спасибо директору. Детишкам хотелось пожелать. Вы знаете, они уже победители, потому что они прошли уже годы. Здесь они будут представлять не только своих педагогов, безусловно, своих родителей, которые болеют душой для своих детишек. Даже в это сложное время, как бы это не случало, два года таких абсолютно тяжелых. Я знаю, что наша школа, школа искусств, несмотря на то, что она хотела возможность всегда быть в контакте, даже в самые такие жесткие времена. Члены жюри, а также педагоги говорили, что занятие музыкой – это искусство, которое требует выдержки и огромного труда. И если ребята будут отдаваться музыке, то результат не заставит себя ждать. На Кавказе – это единственный конкурс, который посвящен только фортепианным дуэтам. Не каждый ребенок может быть солистом. А вот форма ансамблевого музицирования, она приобщает детей к прекрасному миру музыки. И большее количество детей может попробовать себя в игре на сцене. У нас появилась возможность провести конкурс очно, когда живое исполнение, прежнее живое дыхание зала, когда мы можем ощутить непосредственную энергетику от игры юных пианистов. И, конечно, наверное, главное то, что мы все-таки сегодня собрались. Девочки Алия и Диана занимаются фортепиано уже три года. Любят выступать на конкурсах и брать пример со старших товарищей. Мы готовились весь этот год и еще эту неделю мы готовились. На самом деле моя сестра захотела на фортепиано, и я за ней хвостиком пошла. И что, тебе нравится теперь? Да. Трудно? Ну, не очень. Мне нравится именно играть, и этот звук придает мне силу. По итогам конкурса 23 ансамбля со всех городов и районов стали победителями и призерами фестиваля. Гран-при взяли Екатерина Назаренко и Вероника Кольцова из Станицы Зеленчукской. Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ишибоков. Вести. Карачаева, Черкесия, Московский. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Удачного всем дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok